Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксенов и сегодня у меня на обзоре морской экшен под названием Navy Field, действие которого осуществляется во времена Второй мировой войны. В игре нам предстоит осуществлять морские сражения в реальном времени, причем это могут быть как онлайн баталии с реальными игроками, так и одиночные оффлайн миссии. При первом запуске вам необходимо создать игровой профиль, для этого нужно выбрать одну из стран участниц войны, это может быть США, Великобритания, Япония, Германия или СССР. А после необходимо выбрать аватарку. Но не думайте, что страны отличаются только цветом флага, отличия коснулись видов кораблей и их характеристик. У каждой страны есть свое преимущество и свои недостатки, причем по заверению разработчиков все корабли имеют абсолютно реальные исторические прототипы и их количество насчитывает около 100 штук. Вы можете попробовать поиграть за каждую из сторон, для этого просто нужно создать профиль под другим флагом. После того, как профиль будет создан, вы попадете в ваш порт, который является своеобразным меню, в котором вы сможете покупать и улучшать свои суда. Корабли делятся на 6 классов. Эсминцы, легкие и тяжелые крейсера, линкоры, авианосцы и подлодки. Вопрос о том, какой корабль приобрести, стоять вряд ли будет, так как здесь все решают запасы железа. Но постепенно в ходе прохождения миссии вы сможете приобрести корабли разных классов. Не будем далеко отходить от темы покупки и рассмотрим здешнюю систему апгрейдов. В игре присутствует два основных типа улучшений. Это улучшение самого корабля и обучение команды. Апгрейды корабля осуществляются за железо, но их количество ограничивается классом корабля. Поэтому придется думать, чему вы хотите отдать приоритет. Скорости и маневренности или защищенности и вооруженности. С обучением команды все немного иначе. Оно также стоит железа, но одних только ресурсов тут будет недостаточно. Членов экипажа вы сможете улучшить только после того, как они наберут нужное количество боевого опыта. В Navy Field присутствуют три игровых режима. Это кампания, выживание и онлайн-баталии. Режим кампании разделен на шесть глав в соответствии с классами присутствующих в игре судов. Миссии в основном делятся на два типа. Уничтожить всех противников или обеспечить прикрытие своих союзников. Что я хочу отметить, так это важность тактики. Если вы помчитесь на пролом, то скорее всего проиграете. Поэтому вам нужно быть очень предусмотрительным и для успешного проведения боев пользоваться не только оружием, но и различными географическими объектами. Могу привести такой простой пример. Вас выпустили торпеды, а вы можете укрыться от них за островами. В режиме выживания ваша задача сводится к тому, чтобы продержаться как можно дольше и уничтожить максимальное количество кораблей противника. Ну а онлайн сражение представляет из себя боевую арену, на которой одновременно может сражаться до 64 реальных игроков. Геймплей игры меня очень порадовал. Играть в Navy Field интересно и увлекательно, ведь именно от вашей тактики будет зависеть итог боя. Управление в игре достаточно удобное и интуитивно понятное. После одной-двух проведенных игр вы сможете с ним полностью разобраться. Как вывод хочу сказать, что игре реально удалось превзойти мои ожидания. И поэтому я без всякого зазрения совести рекомендую и вам ознакомиться с данным проектом. А на этом всё. Благодарю всех за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok